Всем огромный привет! Вы смотрите канал ТипТоп и сегодня мы расскажем вам о 10 самых странных историях, случившихся с животными. Номер один. Овца зацепилась рогами за электрический кабель. Эта несчастная овца стала настоящим овечьем Рэмбо. Она спускалась вниз по холму и случайно зацепилась рогами за электрические провода. Блеющую о помощи овцу заметили в 4,5 метрах над землей, рядом с телеграфным столбом. К счастью, овца не пострадала от удара током. Драма развернулась в небольшом городке Хельгойсун на норвежском побережье. Туристы организовали спасательную операцию, и вскоре животное уже было на земле. Спустя почти час немецкие туристы смогли спустить овцу вниз целой и невредимой. Скорее всего, овца, которая паслась на холме, попыталась попасть на пастбище, и ее рога зацепились за провода. Номер два. Крошечного чихуахуа унеслось сильным ветром. В Уотрефорде Мичиган семья Утлейс ставила палатку на блошином рынке. В это время Тинкера Белла, 6-килограммового чихуахуа, который стоял на самой ее вершине, вдруг унесло ветром, словно хлипкую бумажку. С помощью экстрасенса Дороти и Лаверн грязного и голодного пса нашли в лесу на расстоянии около полутора километров. Номер три. Щенок чудом выжил после того, как проглотил 25-сантиметровую игрушку. Давно известно, что щенки жуют и едят все подряд. Но бультерьер Бетти наверняка сожалеет о своей жадности и своем любопытстве после того, как она проглотила 25-сантиметровую пластиковую стрелу, которая была едва ли не больше ее самой. К счастью, стафарширский бультерьер выжил после перенесенной экстренной операции. Владелица собаки Эмма Уотсон, нет, это не звезда фильмов про Гарри Поттера, считает, что щенок проглотил стрелу, когда забежал в игрушечный домик ее 7-летней дочери Лили Джей. Сейчас собака идет на поправку, но она, кажется, не усвоила урок и по приезду домой попыталась съесть пульт от телевизора. Номер 4. Птица сигареты стала причиной пожара на 250 тысяч фунтов. Воробья, любящего покурить, обвиняют в пожаре, из-за которого магазин в Линкольн-Шире понес ущерб в 250 тысяч фунтов или 18 миллионов рублей. Пол Шериф, 48 лет, управляющий магазинами в Лезенхеме, сначала не мог понять, что же послужило причиной пожара. Шесть недель спустя страховые следователи сказали ему, что они обнаружили на крыше 35 выкуренных сигарет. Они пришли к выводу, что виноват воробей, который, скорее всего, подобрал тлеющие окурки, чтобы обустроить свое гнездышко на крыше. Представитель страховой компании заявил, мы считаем, что это первый случай такого рода, с которым нам когда-либо приходилось иметь дело. Очень странно, как такая маленькая птичка смогла вызвать такой хаос. Номер 5. Кот, застрявший внутри металлического ящика, выживал 34 дня, облизывая стены. Черный кот по кличке Сокс чудом выжил, на месяц застряв в ящике для промышленного хранения. Он слизывал конденсат на его стенах. Электрик Мюррей Рукстон нашел 11-месячного котенка внутри ящика и вернул его хозяевам. Сокс жил 35 дней без еды и воды, облизывая конденсат со стенок металлического ящика в Арбороте Энгус. Сокс пропал, и владелица Мишель Махер заявила о его пропаже в благотворительный фонд защиты кошек. Мишель расклеила объявления и обыскивала улицы. Непонятно, каким образом Сокс забрался в металлический контейнер. Абсолютно изможденного, исхудавшего и обезвоженного котенка вернули владельцу. Он надеется, что скоро Сокс отправится от своего тяжкого испытания. Номер 6. Мышь стала виновником пожара, в котором погибло 100 кошек. Мыши повинны в событии, которые можно назвать мышиной местью. Их обвиняют в пожаре, из-за которого в приюте надалеко от канадского города Торонто погибло около 100 кошек. Во время пожара в гуманитарном сообществе в Ашаве также погибли три собаки и несколько крыс, которых собирались приютить. В первом отчете начальника пожарной охраны написано, что причиной пожара, скорее всего, стали мыши или крысы, грызущие электрические провода на потолке. Номер 7. Скунс застрял в банке с арахисовым маслом. Однажды Бигсби Тереза Вик увидела нечто очень необыкновенное. Голова скунса застряла в банке из-под арахисового масла. Я доставляю газету «Toolsa World» в этом районе. В 5.30 утра я несла газету в общественный центр и случайно наткнулась на скунса с банкой на голове, говорит Тереза Вик. Вероятно, голодный скунс просто искал еду и сунул голову в выброшенную банку. Тереза обзвонила несколько организаций, прежде чем нашла Неда Бруха, дрессировщика скунсов. По словам Неда Бруха, все, что требуется животным – это пища, вода и кровь. Скунсы любят арахисовое масло. Эти животные очень изобретательны и готовы съесть любой кусок пищи, который найдут. Нед использовал тряпку с хлороформом, чтобы несколько успокоить скунса, прежде чем стянуть банку с его головы. При этом благодарный скунс даже не сопротивлялся. Казалось, что животное было очень радо, что оно снова свободно. Номер 8. Свинья проглотила бриллиант из женского обручального кольца стоимостью полторы тысячи фунтов – сто тысяч рублей. Джинджер, свинья породы кун-кун, зажала во рту драгоценность после того, как Энн Мун положила свою руку на ограду загона в Изингволд Мейзе в северном Йоркшире. Когда Миссис Мун подняла руку, алмаз пропал. Фермеру Полу Кейгелу, которому принадлежит свинья, была поставлена задача обыскать весь загон Джинджер, чтобы найти драгоценный камень. Мистер Кейгел утверждает, что свинья не кусается и был очень удивлен, что Джинджер схватила кольцо. Номер 9. Орангутанг отключил электрический забор, чтобы сбежать из зоопарка. Австралийский зоопарк был эвакуирован после того, как изобретательный орангутанг сбежал из своего загона, устроив короткое замыкание в электрическом заборе. Сотрудники зоопарка Аделаиды говорят, что карта использовала палку, чтобы устроить короткое замыкание электрических проводов вокруг ее загона. Карта была замечена представителем общественности, и хотя она вернулась в свой вольер, зоопарк был эвакуирован в качестве меры предосторожности. Уайтхит сказал, что орангутанг не был агрессивным и не подходил к людям. Однако, на всякий случай ветеринары взяли с собой транквилизаторы. Смотрители зоопарка считают, что карта пыталась сбежать от горя в связи с гибелью ее старого друга. Номер 10. Пропавшая кошка появилась на ТВ-шоу. Кошка, которая исчезла из своего дома в Корнуолле, оказалась живой и невредимой на съемках Question Time. Самец танго прокрался в холл Треви Гласс Комьюнити колледжа в Ньюке, где снималась передача для канала BBC One. Он уснул под столом, где Дэвид Димблби вел политические дискуссии с группой гостей. К сожалению, хотя его владелец и смотрел программу в гостиной, он пропустил дебют своего кота на телевидении. Его дебют, возможно, и был мимолетным. Однако, появление танго, скорее всего, войдет в историю как одно из самых запоминающихся событий, произошедших во время шоу. А на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. И следующее видео уже завтра. Бай-бай! Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok